привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и рассказ мой сегодня будет необычным потому что я хочу рассказать о ситуации в которой мы оказались вдвоем с алексеем когда готовили ролик в этом ролике мы хотели ответить на вопрос заданный нам одним из наших подписчиков вопрос звучал так ну вот рассмотрим трансформатор даже не трансформатор а сердечник с надетым на него первичной обмоткой вторичной здесь и нету и дальше я охватываю сердечник проводом получаю такой короткозамкнутый виток в котором как мы все знаем если мы подаем на первичную обмотку переменное напряжение пропускаем понять переменный ток у нас сердечники будет наводиться переменный поток магнитного поля ну и поскольку этот переменный поток проходит через наш виток в нем должна наводиться и ds но с другой стороны вот представим себе что мы магнитную проницаемость сердечника устремили к бесконечности сделали очень очень большой тогда казалось бы все магнитное поле будет находиться внутри сердечника но как же этот виток который находится снаружи узнает о том что там внутри сердечника есть переменное магнитное поле каким образом здесь в этом проводе наведется ну вот в какой откуда здесь возьмется снаружи тогда электрическое поле и наведется ds индукции вот мы с этим делом разбирались и вопрос оказался гораздо более сложным чем мы о нем думали но мы кое до чего дошли и об этом расскажем в отдельном ролике а сейчас я пока просто анонсирую вот этот отдельный ролик и скажу что оказывается что в этой ситуации есть два параметра которые велики по сравнению с единицей один из них это магнитная проницаемость мю которую мы можем считать бесконечности устремленной а другой параметр это отношение ну вот у нас частота 50 герц на этой частоте есть соответствующая длина радиоволны она составляет 6000 километров вот этот параметры отношения вот этой длины волны к характерным размерам установки ну понятно что он тут гигантский там порядка нескольких миллионов ну и игра вот в этой теоретической задачи она связана с не с одним а с вот этими двумя параметрами и с тем как мы их оба стремим к бесконечности но теперь-то я вообще не про физику хочу поговорить а про саму ситуацию в которой мы оказались и как мы стали думать про наш канал потому я как бы делаю резкий поворот и в какой-то момент мы вдруг задались вопросом а кто это вообще те странные люди которые обсуждают что произойдет если мы магнитную проницаемость сердечника устремим к бесконечности ну понятно что среди наших подписчиков и зрителей есть много людей связанных с электротехникой кто-то и трансформаторами занимается но ведь там в своей практической жизни они таких вопросов явно не задают про трансформатор и так достаточно важных практических вопросов электротехнику существенно чтобы потери в трансформаторе были малыми чтобы материал не перегревался ну и дальше поэтому там какой размер сердечника нужно сделать сколько витков нужно намотать какого диаметра должен быть этот провод ну в общем это вот практическая жизнь а устремление мёг бесконечности никто такими вопросами не задается в практической жизни кто же такие те люди и мы с вами которые начинают обсуждать такие странные вопросы и тут мне в голову пришли припринты такого датского историка науки иенса хойрупа вот у меня дома даже пара таких припринтов имеется который обсуждал так называемую математику шелкового пути как он ее назвал вы всякие задачки на смекалку которые известны с великой древности ну типа там переправа волка козы и капусты но это простая задачка или там совместная трапеза где несколько едоков поедают общий продукт или там копают землекоп и канаву я не знаю и таких задач много который ну или там я загадал два числа их сумма такая-то их произведение такое-то можешь найти эти числа практической жизни эти задачи кажется не имеют никакого отношения ну и вроде бы это не какая-то великая теоретическая наука типа там геометрия евклида что же это такое и вот хойруп нарисовал такую картинку что есть купцы которые вообще должны знать математику как практическую дисциплину потому что им деньги надо считать там продавать покупать получать прибыль и вот значит они путешествуют в караванах по великому шелковом пути и останавливаются на привалах вечером такие уважаемые люди и начинают друг друга испытывать типа а я вот знаю такую задачку сейчас я тебе предложу ты сможешь ее решить ты вроде бы сведущий в математике человек да и начинается такой разговор сами эти задачи к практической математики не имеют никакого отношения но они имеют отношение к этим людям которые между собой выясняют насколько они математикой владеют насколько они соображают могут что-то решить в уме и я подумал что наша ситуация она чем-то похожа вот есть люди которые занимаются электротехникой там трансформаторами да неважно чем угодно не обязательно электротехника какой-то инженерной дисциплины так или иначе связанные с физикой и вот в этой дисциплине на границе ее возникают вопросы которые непосредственно практического значения вроде бы не имеют что произойдет с трансформатором если устремить магнитную проницаемость сердечника к бесконечности или там что произойдет с током в какой-нибудь изогнутой трубе как вы помните мы целых пять роликов про это сняли если с течением жидкости если ну эта жидкость абсолютно не вязкая ну и так далее и так далее и так далее и возникают странные парадоксальные ситуации люди друг другу задают вопросы и в этих вопросах разбираются будь то самолет который стартует с этой самой с дорожки которая сама движется ну и всякие другие парадоксы то есть то что не имеет практического значения непосредственного но то в том чем человек может почувствовать насколько он владеет своим предметом за границами но вот того что ему нужно практически непосредственно издается мне что мы на канале такого рода вопросами в значительной степени и занимаемся ну и не мы одни я вижу это на некоторых англоязычных каналов у того же дерека малера и у некоторых других людей то есть вот что то что позволяет нам разобраться с физикой даже там где мы сами не физики как большинство из наших зрителей подписчиков инженеры или просто любознательные люди которые интересуются физикой а почему они интересуются но все равно как-то по жизни они с ней так или иначе связаны но не как физики и вот мы такого рода делами на канале занимаемся и будем продолжать заниматься и надеемся что вот в этих парадоксальных ситуациях с которыми ну как бы не очень понятно как обходиться и приходится долго разбираться мы продолжим наше с вами общение а сейчас вы можете написать в комментариях все что думаете о том что я сказал и спасибо вам большое за внимание а а